Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают между собой государство и церковь. Вот я про что и говорил. Я хотел преамбула, но сам не дал. Вы попали. Мы попали, да. Вы серьезно попали. Господи, слышишь ли ты? Вот я и хотел это сказать, что у нас есть ярый, но не безбожник буквально, но буквально ярый такой, но не атеист, конечно, но ярый такой агностик, потому что он сам не знает, что он верит. Я диагностика не знаю. А вот это как раз у нас единственный человек, который такой глубоко верующий, буквально почти набожный. Это был Хеглик. Безусловно, так оно и есть. Я не ерустую, я буквально так. Подожди, ну что мы забили досками. Сашенька, что делает церковь государства? Дело вот в чем. Постепенно накапливается, например, у меня ощущение, что Российская Православная Церковь, Русская Православная Церковь явно, ну да, я даже сказал за ОРПЦ. За О. Да, на мой взгляд, это за О. Но это уже старая фофма. Ну, возможно, но придумал ее я. Господи, хорошая реакция. Так вот, степень вмешательства Православной Церкви в нашу жизнь, в жизнь государства, как мне кажется, то есть то, что явно противоречит статье Конституции, становится столь существенной, что не замечать и не говорить на эту тему, я уже не могу. Такое бывает со мной нечасто, что я что-то не могу. Мне накопилось. Мне накопилось. Достаточно вспомнить последние два события. Ну-ка, ну-ка. Первая из них – это выставка «Осторожная религия». Ну, это не последняя, это старая уже как раз. Ну, неважно, старая, не старая. События последних двух-полутора лет. Совершенно вопиющие, на мой взгляд. А мы это обсуждаем. Я просто хочу вернуться к ней. Да-да-да. Такой бекар. Когда, да, когда была выставка картины проведена, очень деликатно, да, картина определенного содержания, да, в нем, в этой выставке, на этих полотнах не превозносилась Господь, а высказывал свое отношение к нему, весьма своеобразное, но личное, индивидуальное взгляд художника. В силу деликатности темы эти картины в галерее были даже закрыты специальными такими панелями, где был проделан глазок. И нужно было смотреть, чтобы увидеть полотно, нужно было увидеть, что началось. Началась страшная вакханаль. Огромное количество людей, которые были страшно возмущены этим. Правда? Да, да. Но это еще полбеды. В конце концов, эти люди высказывали свою точку зрения, они имеют на это право. Но будет подан иск в суд против устроителей, кураторов этой выставки, и суд, ничтожившись умняшись, в 21 веке признал их виновными в оскорблении чувств верующих. Хотя, чтобы оскорбиться этим верующим, нужно было специально идти на выставку раз, посмотреть в глазок два, и только после этого насладиться своим оскорблением. Так они мазохисты? Это мазохисты, это значит. Я пока только сообщаю о событии. Это первое событие. И ты уже диагнозы ставишь. Ну так я же пока только... Второе событие, это недавнее, совсем свежее заявление отца отца Всеволода Чаплина. Рассказал, что неплохо бы ввести дресс-код. Да, это забавная штука. Я даже смотрел, там были фотографии. Когда я услышал это, я впервые это услышал, не прочел. Я думал, что человек шутит. Тот человек, который мне об этом рассказал, так вскользко. Не шутит. Потом выяснилось, что он совершенно не шутит, что об этом пишут средства массовой информации, как электронной, так и печатной. Вообще, кто только не пишет об этом. Значит, мы вводим. Они предлагают ввести дресс-код. В качестве примера. Отцом Всеволодом. То есть, был упомянутый... Ну, конечно, это касается женщин. А я тоже вот сейчас было лето жаркое. Я тоже в трусах по городу ходил. Нет. Твои трусы пока, подчеркиваю, пока. Никого не интересуют. Это оскорбительно. Твои трусы точно оскорбительные. Я бы подал иск. Хифицу. Как суть шапплина, почему... А кто не шапплина? Почему в уме не запрещают никакой дискриминации? Да. Но это к слову. Да. Так подай. Но человечество о том, что женщины много себе позволяют. Да. Что они одеваются так. Я согласен с этим. Что они... Что они много себе позволяют. Невозможно выйти из дома. А потом они удивляются того, что их насилуют. Да, 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 да. Я согласен. И прочее, прочее. А если она немножко пьяна, а если она при этом еще вышла в таком одежде, а если еще это она шла сама на контакт, то в таком случае нечего удивляться, что насилуют. То есть, логика потрясающая. Конечно. Я вообще не встречал в своей жизни ни одной женщине, которая не была бы слегка пьяна. Так вот. Да. Так вот. Что ты делаешь вообще? А, он банк. У него банк. Меня крайне настораживают и пугают это неприкрытое вмешательство церкви в нашу жизнь. Но еще больше меня пугает, что государство никак на это не реагирует в рамках закона. Почему не реагирует? Реагирует, Саша. Оно не реагирует, потому что... Да. Да. Вот это вот такая интересная реакция. Потому что после этих событий, о которых я только что рассказал, президент Медведев... Да. Я уже не помню, там, на встрече с кем. Да не важно. Заявил, что это было посвящено последствиям событий на Манежной площади. Да. Он сказал следующее. Что православная церковь, она немножко ровнее других. То есть, лучше она других церквей? Да. Правильно. То есть, он выделил ее, и это прозвучало из его уст впервые, что она... Смысл в том, что она является... Самой лучшей сертификой. Доминантой. Доминантой. Государственной. Да. Ну... И это уже ни в какие ворота не везет. Ты просто Тругацких начитался. Тебе надо читать правильные книги. Потому что, вообще, в других странах, где государства светские, да, в тех же Соединенных Штатах, в публичных СМИ, конечно, там нет государственных СМИ, да, там частное телевидение. Даже самые крупные каналы, три крупных публичных канала, они все равно, в конце концов, частные. Но такого присутствия служителей культа в разных... На государственном уровне. Да. В разных совершенно ипостасях на этих каналах нет. На частных каналах, которые ты покупаешь, ради Бога. Вот. Я прошу прощения. Я нашел, я... Ах, вот что ты делаешь. Ну, я работаю, да. В отличие от вас, бездельникам, просто трепется. Более того, мы живем за твой счет, чтобы ты знал. Ну, наверное. Я так понимаю, пью, 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 кровь. Да. Я просто хотел, вот. Достоуможаемые данные, господа, хорошие. Рад, что мое предложение обсудить внешний вид наших женщин и девушек вас заинтересовало. Женщина, условно одетая или раскрашенная, как клоун, женщина, которая таким образом рассчитывает на знакомство на улице, в метро, в баре, не только рискует нарваться на пьяного идиота, но уже точно не найдет в себе спутник женщин мужчину, имеющего хотя бы зачатки разума и самоуважения. Найдет, может быть, трезвого идиота, но разве она его по-настоящему и ищет? Во все времена у всех народов женщина уважалась и выбиралась в спутнике жизни, если отличалась скромностью, если мужчины знали ее чуть посерьезнее, чем во время встречи на улице или в питейном заведении. Развязанный внешний вид и развязано поведение, прямая дорога к несчастью, к пустым любовям на один раз, к краткосрочным бракам, за которые тут же следуют крысиные разводы, к сломану судьбу битей, к одиночеству, безумию, к жизненной катастрофе. Неплохо, что сейчас компании, вузы, школы вводят у себя дресс-коды. Хорошо бы общественный российский дресс-код придумать на стрип-барах и публичных домах, так и быть можно не распространять. Думаю, доживем мы и до тех пор, когда из приличного места неприлично одетую особу будут выдворять. Думаете, утопия? Да нет, скоро придется привыкать. Вот, слово придется, мне очень нравится слово придется. А нужны советы и молитвы? Обращайтесь. За дополнительную плату хочется давать. Это отец... Чаплент, да? Он вообще... Чаплент, Чаплент, Чаплент. Так вы не знаете, что ли? Я знаю, знаю, знаю. Это же Верхов и Москвы. Саша Климов гений. Отец Всеволод Чаплент. Это, по-моему, Проханов оговорился. Или Проханов. Проханов. Да, Проханов оговорился. Отец Всеволод Чаплент, да. Ну и что теперь нам сделать с этим? Решительный отпор. Решительный отпор. Ну, ты знаешь, я к этому могу добавить одно. Тут очень много было в последнее время. Во-первых, у нас Патриарх Кирилл собирался полететь в космос, что уже очень интересно само по себе. Потом другой батюшке, я забыл какой из них, искал у женщины клитор, что уже смешно для церкви. Долго искал? Долго. Минут пять, по-моему. Да, в области Миндалина, искал. Он долго, я не буду сейчас упоминать, при всех, кто хочет, идет в интернете. Он долго его искал, называя все странные анатомические места, которые батюшке вроде пасану издать не положено. Так он шутил, Андрюша. Ну, он круто шутил среди студентов. И уж во всяком случае говорить об этом как-то не с руки. Да, у батюшки точно не с руки. Не с руки. Это шло под за... Да, это медицинские циники могут себе позволить. Могут, сетки. Светские, медицинские и так далее. Ну, как-то мне это было странно. Слушайте, не надо забывать еще и о том, что, простите, Андрюш, ты перебил тебя, что РПЦ еще не так давно отчаянно пыталась внедрить в школьное образование предметы. Внедрено же, секундочку, внедрено не совсем в том виде, насколько я знаю, как изначально планировалось. Потому что изначально планировалось извлечение основ православной культуры. А теперь вроде религии мира. Можно я скажу? Нужно. А как вы должны убежать? У меня вот такой вот есть вопрос. А вот то, что мы сейчас обсуждаем, это свойственно только России или нет? Кстати, вот поэтому... Я об этом начал говорить. Да, ну-ка, Саша, скажи. Значит, есть страны, которые не являются светскими. Нет, вообще оставим их. Вот давай вот о светских странах. Значит, если говорить о светских странах, я могу привести в пример США. Так. Где на уровне школ вообще никакого даже упоминания религиозного воспитания, ничего, никакой конфессии, не представлено, запрещено. Так. То есть ты хочешь сказать дальше, что... Да. Это то, что касается, разумеется, публичных школ. То есть не частных школ. Да. В частных школах есть католические школы, да, люди, которые занимаются по определению католическим воспитанием. Да. Я говорю про муниципальные школы. Да. Да? В них это запрещено. Да. Это же касается колледжей. Да. Университетов. Да. Как он по-английски сказал? Колледж! Колледж! Что касается публичного пространства в средствах массовой информации, только как я уже сказал, это все определяется взглядом хозяев канала. Но, как показывает практика, есть, конечно, телепроповедники, разумеется. Есть канал Fox, где телепроповедники вовсю. Да. Вот, но другие публичные каналы крайне редко показывают на своих экранах представители церкви в самых разных хипостасах, на уровне ньюсмейкеров. Этого нет. Людей, которые могут высказывать свою точку зрения на что-то, этого нет. Там действительно отделено государство от религии. Я могу сказать, это произведение на что-то. Понятно. Я знаю, что Франция тоже очень не оставила. Понятно. Да, что очень серьезно, да. У меня вопрос вот какой. Вот если, например, у человека, в организме человека, есть одно больное место, можно ли признать человека здоровым? Теоретически, смотри, какое место? Другое. Вот перед нами здоровяк, который еще не знает, что у него опухоль прямой кишки. Не, ну этот-то явно больной. Так, больной. Хорошо. А вот, например, человек, в организме которого развивается некая инфекция, он еще не знает об этом. А факт незнания не говорит о том, что... Нет, с точки зрения оценки его состояния, функционального. Доктор, к чему вы клоните? Я вот к чему клоню. Я совершенно не верю в то, что это исключительно российский феномен. Я абсолютно глубоко убежден, что во всех, с большой буквы В, во всех странах мира, которые хоть в каком-то смысле, так сказать, носят название цивилизованных стран, во всех странах мира, церковь тесно сращена с государством, руководит во многом его политикой. И в этом смысле есть просто страны лицемерные, государства лицемерные, которые изо всех сил маскируют это, или маскируют... Как правильно, Королева? То есть... Да, да. Не поминай в сует. Хорошо. И есть страны, которые не считают нужным заниматься маскировкой, а просто открыто говорят, да, мы руководим государством, а никакие ни президенты, ни премьер-министры. И вообще скоро, ребята, говорят о ней, президентом будет патриарх, это будет одно лицо. Вот патриарх, он же будет президент, премьер-министр, он же будет главный палач, действенно исследователь. Минуточку, минуточку, минуточку. Дело в том, что... Да ничего не накопилось, просто дело в том, что цивилизация может развиваться по двум коренным направлениям. Она может развиваться как цивилизация личностей, а может развиваться как цивилизация стад. Цивилизация личности, если когда-то и пыталась развиться, то это развитие давно превратилось в ноль, и цивилизация давно развивается как цивилизация стад. и нет лучшего кнута для усмирения этих стат как религия. Есть цитата хорошая, но если, конечно, доктор, закончить... Я не забыл, просто она здесь маленечко в тему и, может сказать, ее срастить. Это цитата из блога ЖЖ1, называется он с волшебным названием, понравится вопрос о орфографии. Блог он очень странный, но у него там... Нет, он был очень странный, просто у него в перемешку очень интересная тема с абсолютно жесткой обнаженкой. Вопрос не в этом. Но он просто иногда очень интересная тема поднимает. Я хочу зачитать кусочек. Это было буквально две недели назад, написано у него Лопатина. Вы заметили, что ни одна православная страна не развита так, как католическая. Сербы, болгары, греки, русские, украинцы это закономерности, следящие с самой сущностью православия. Нет, и есть, напротив, развитые католические страны. Франция, Италия, Испания, Португалия. Есть еще более развитые протестантские Германия, Нейрланды, скандинавские страны. Существует зависимость уровня жизни в стране и религии. Разница между католиками и протестантами понятна. Католики – это феодалы, протестанты – это буржуазия. Католик платит церкви. Ему важно, что существует специально обученный человек, который приготовит ему еду, построит дом, поможет с Богом. Католику важен сервис. И это пышные католические церемонии, развитое искусство. Важно, чтобы сервис был первоклассным. Как и ресторан, так и церковь должны быть красивыми. Протестант напротив. Он буржуазия, он ведет бизнес. И половина успеха в бизнесе заключается в устранении посредника. И протестант устраняет церковь. То есть, тем самым, экономия на ней. Протестанту важно утреть голод, а не наслаждаться процессом. Так как устранение посредника приводит к росту прибыли протестантских стран более богатые и более развитые, чем католические. Экономия – прибыль на первом месте для протестанта. И я не поражу прямую связь между религией и деньгами. Это не означает, что если в какой-то стране будет принято протестантство, то оно станет развита мгновенно. Я говорю об общественном создании, об идеологии и ценностях общества. Тут очень интересно. О чем говорит господин Лопатин? Он говорит, на самом деле, еще раз вернусь, о том, что страны католические и протестантские озабочены тем, чтобы сделать обывателю красиво. Сервис. Да. То есть, никто никогда в Англии не скажет жителю Лондона, слышишь ты, козел, ты думаешь, что премьер-министр твой начальник? Или королева? Ты козел в натуре. Начальник твой? Ты епископ кентерберийский. Он же оксфордский. А ты, козел, об этом не знаешь. Никто никогда не скажет там. Это хамство. А здесь, в России, где хамство, есть руководящий Палладиум. Секундочку. Да. Если бы позволили. Пожалуйста. Меня, как человека крайне конкретно, всегда интересует эта самая конкретность. Да. Не высокая теория, а низкая практика. Так. Поэтому, где-то 10 лет назад, в Нью-Йорке, еще при Блумберге, состоялась похожая выставка, похожая на осторожную религию. Да. И он, как католик, рьяный католик, был оскорблен одним из полотен, где там Христос изображен был в виде там осла, измазанного, вроде бы, что-то такое. Да. Он сказал, что мы закроем эту выставку. Ну и получил он газету. Он потребовал закрыть ее. Он профессиональный юрист. Да. Он понимал, что у него шансы ноль. Да. Но он отстаивал свою принципиальность. Ну и что? В результате. Более того, он сказал, что город не будет финансировать этот музей. В свою очередь, музей сказал, ах, как ты говоришь, слышь ты, финансирует не город, финансирует городской совет. Совершенно верно. Общество. Это было второе, что я сказал. Первое, есть первая поправка. Да. И выйдем из дверей. Правильно. Правильно. Секундочку. Это говорит о том, что закон работает. Нет. В данном случае, вернее, это говорит только об одном, Саша. Вот, что соблюдены косметические процедуры. Человеку запрещено не чистить зубы, появляться в обществе, не надушившись парфюмом, и не улыбаться. Человеку это не запрещено. Это личное дело человека. Нет. Но я же в кого... Ну, хорошо. Дело не в этом. Я говорю о том, что работают все механизмы государства, защитные... Защитные от чего? Которые прописаны, в частности, от религии, от церкви. Саша. Здесь это не работает. Саша. Это та самая конкретная, которая не беспокоит. Саша. Хотя есть законы. Саша. Есть конституция. Боже мой. Давайте я напомню очень плохой фильм «17 мгновений весны». Ты хорошо его помнишь? Отлично. Я могу его цитировать. Ты помнишь, к кому поехал пастор Шлаг? И к кому он явился в Швейцарии? Да. Что да? Ничто. Минуточку. К кому? Ничто. Ну, подожди. Ну, к кому ответить. Он приехал бы. К кардиналу. Нет. Пастор Шлаг явился к кардиналу. Он явился, по сути, к папскому мунцию. Вопрос. Зачем? Минуточку. Докладывай. Минуточку. Исповедь получает. Ведь вот самый главный для меня момент фильма «17 мгновений весны» это разговор пастора Шлага с папским мунцием. О чем пастор Шлаг просит папского мунция? Не будет ли любезен папский нунций, который прекрасно понимает, что фашизм страшное зло? Не будет ли он любезен оказать пастору Шлагу посильную помощь в выяснении обстоятельств? Правда ли, что эмиссары СС ищут сепаратного мира с Саллиным Далесом? И что? Это говорит о том, что именно церковь давным-давно вывода христианской цивилизации руководит жизнью государств половой, социальной, экономической, общественной и всякой прочей другой. И значит? И значит, Россия в данном случае является исключительной страной только в том смысле, что она страна хамская. Здесь прямо тебе говорят. Слышь, ты козел? Говорят тебе. Я еще раз повторяю, что через 10 лет, говорит тебе мило, улыбаясь, патриарх Кирилл, патриарх всея Руси будет президентом, премьер-министром, главным следователем, старшим оперуполномоченным и главным врачом твоей больницы. Я понял. Я понял. А на Западе тебе скажут, что вы, как вы можете. Юрий, есть одно но. Есть одно но. Что суды на Западе, разбирая подобные дела, и у нас, выносят принципиально разные решения. Совершенно верно. И вот это, для самой практики, в которой мы живем, вот это, никакие высокие материалы, ничего, только это. Саш, в Нью-Йорке суд, потому что музей подал в суд на Блонберга, в рамках той истории, которая рассказывает. Я согласен. И ему сказали, слышь, знаешь, почему суд вынес это решение? Наказал людей. Знаешь за что? А знаешь за что? Знаешь за что? За то, что вещи, которые должны до последнего оставаться потаенными и текущими глубоко под землей, господин Блонберг позволил себе вынести на поверхность. То ли за это. Я думаю, что за это. То ли не за это. я еще раз тебе хочу сказать, что я глубоко убежден в руководящей роли клерикала в жизни государств, имеющих отношение к иудо-христианской цивилизации. Я про Африку или, значит, про Китай. Нет, нет, не важно. Возможно, это можно распространить на всех. Может быть, но я вот про нашу. А мусульманство, что ли? Не знаю. Еще более. Не жил там. Так нет, там вообще мусульманство еще более хамская страна, чем Россия. Ну, они просто не светские, наверное, аккуратные слова. Почему? Хамское, это просто, мне кажется, не самое удачное слово. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Не лицемерное. Так можно сказать? Ну, верно. Да. Хорошо. Слово хамское беру взад. Взад, давай. Еще более не лицемерная, открытая и прямая структура, чем Россия. Там прямо говорят, слышь, ты мужу изменила. Мелко нашинкуем на площади. И шинкуем. Ну, в рамках. В рамках шариата. Значит, дело в том, я бы просто вернусь к своему тезису. Нет более удобного кнута для усмирения стат козлищ, чем религия. Это однозначно. Пункт второй. Какое отношение религии имеет к Богу? Ну, вот, по-моему, никакого. Это, в принципе, даже в самой Библии написано. Значит, можно я скажу? Да, нужно. Это решает каждый человек сам для себя. Могу сказать за себя. Мне посредник в общении с Господом не нужен. Значит, ты протестант. Не знаю, устант я или проте. Не нужен. Я молюсь сам. Моя, Господи, прости, если я скажу наглость некую, моя связь с Богом осуществляется напрямую. Но есть масса людей, которым это недоступно или не нужно, или боятся. Юрий, ты говоришь, это понятно. Не, можно я небольшое... Я же к чему это все говорю-то? Что надо просто понимать, что избежать этого невозможно. Что Россия просто в более открытой форме делает то, что другие делают в форме закрытой. Что меня и возмущает. Саш, ты можешь возмущаться. Это изменить не получится. Так принято. Слушайте, мы же здесь собираемся каждый раз не что-то менять, а высказать, что это что-то зрение. Нет, хотелось бы. Хотелось бы. Да, да. Конечно. Не более, но и менее того. Безусловно. Я просто говорю о том, что вот ты как-то вот... Я уловил в твоей речи с самого начала некий протестный посыл. Ты сказал противодействовать этому. Его просто... Противостоять этому. Так сказать, возмутило. Как гражданина. Как гражданина. Противостоять этому ты можешь только сам. В каком виде? Разумеется. Если господин Чапман все волны назначат дресс-код, не ходи в нем. Безусловно. Раз. Второе. Ну, короче, не носи дары дональдзам. Юра, а меня вот интересует, что назначат дресс-код, если назначат дресс-код, как они наказываются? Наказывать очень просто. Я еще раз тебе говорю, перечитай, трудно быть богом. Ну, понятно. То есть ты думаешь, что он... Это же... Ты понимаешь, вот существует некая последовательность шагов. Сначала мы в слове милиция убираем буквы МИ. У нас будет ПО. Да? Следующий шаг это изменение формы полиции. Само это миша. Да. То есть господин Чапман совершенно прав. Мы идем к тому, что все карательные структуры России будут подчинены русской православной церкви. У них все есть. Будут выполнять... Ну, это пока, знаешь, так. И будут выполнять ее предписание. Причем здесь это случится в открытой прямой форме. Тебе просто скажут, что с завтрашнего дня стрельцы, или как их назовут... Казаки. Ну, нет, казаки. Не знаю, кто возьмет на себя добровольно или недобровольно. Летят зовут Сашкой. Легко. Шашкой и пышкой. Хорошо, скажи мне, те события, о которых я говорил, как ты к ним относишься? Положительно. В какой мере тебя это возмущает? Положительно. Нет, я этому рад. Я вообще... Почему, Мурат? Потому что... Я объясню. Значит, во всем, что касается России, я с определенных пор исповедую лозунг «Чем хуже, тем лучше». Ты мао-джи-ду? Не знаю. То есть, на самом деле, ты не рад? Но. Я, конечно, не рад. Но я считаю, что чем быстрее нарыв зреет, тем быстрее он скрывается. Хочется крови? Значит, я могу сказать тебе одно. Хочется или не хочется, ее избежать не удастся. Поэтому надо ее приблизить. Кого вы делаете? Поэтому нужно избежать хирургического вмешательства. Как это сделать? Пауза. Как это сделать? Способствовать самовскрытию нарыва. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Тем более, что сам нарыв делает все для этого. С доктором выяснили. С доктором все будет. С доктором безнадежный. Абсолютно. С доктором безнадежный. Прошу Пурген мне не назначать, потому что... Я же говорю безнадежный. Нет. Знаешь, с ним, наверное, стоит в определенном смысле слова согласиться, потому что я думаю, что в данном случае не... Я хотел бы зачитать еще цитату, опять же, злопать, но не буду, потому что там как раз проводил просто статистику по количеству верующих, ну или наоборот, атеистов в стране. Как раз проводил тоже Европу, проводил там многие другие страны, Россию. И просто по количеству атеистов в стране ты не изменишь эту ситуацию. Нет. У нас тут очень маленький процент. Нет, в себе изменишь. Кого у нас маленький процент? Атеистов? То есть ты считаешь, что Россия глупо вера сейчас... Нет, секундочку, секундочку. Нет, не путай, пожалуйста, Божья-то встречница. Не путай религию и верующих. Стойте, стойте. Куда мы уходим? Саш, подожди. Атеизм тоже вера. Все вера. Все вера. Не надо в это уходить. Ребята, еще раз. Мы говорим очень узко. Мы говорим о том, имеет ли место сращение механизмов русской православной церкви с механизмами государственными. Правильно я тебе говорю? Это однозначно. Однозначно. Я говорю про отношение к этому. А я говорю на случай, что если большой процент людей, которые поддерживают практически все действия, ну так я про это и говорю. Правильно. Мы не разделяем, что есть вера, атеизм, вера или не вера. Мы говорим о другом. Потому что, назовем так, есть огромное количество людей, поддерживающих, это большинство людей, поддерживающих почти все действия. Безусловно, расширение функций. Совершенно верно. Извините. Они могут поддерживать все, что угодно. Пока что, пока что, существует закон в виде статьи Конституции, которые я хочу, чтобы соблюдать. Саша, перепишите Конституцию. Я замолчу. Ну не буду ты не переписать Конституцию. Саша, сколько прав... Тогда извольте соблюдать ее. Саша, я не понимаю, как ты можешь требовать от России соблюдения закона? Этого не было здесь никогда. И вдруг ты начинаешь этого требовать. Давай потребуем, чтобы Луна вставала, не знаю, там, боком. Ну, Саша, ну что это? Ты же умный человек. Можно другой пример? Вот смотри, предположим, ты так вот так случилось, родился в доме, в котором, предположим, является некой такой вот на рабочей окраинке, некая общага, где люди все время там бухают, бьют стекла, там, хулиганят. Истинные христиане. Не, я не провожу это. У меня другое представление об истинных христианах, вопрос не в этом. Я говорю, что ему просто не нравится некое сообщество в этом общежитии. Я понял, к чему ты хочешь. Что ты делаешь? Ты выбираешь другой дом. Да. Чемодан, вокзал, там, не знаю, чего угодно. Правильно. Правильно. Нет, Саша, ну это же правда. Есть основания терпеть, терпи. Нет оснований уезжай. Гоу. Требовать здесь. Вот, понимаешь, вот, значит, умница моя жена, умница моя жена. Здесь люди живут так. Да, да, вот правильно. Значит, умница моя жена, она мне все время говорит, Юра, здесь тюрьма. Ты хочешь ходить в тюрьме во фраке? Ходи. Ты требуешь, чтобы другие чистили здесь зубы? Требуй. Ты идиот. Это тюрьма, это лагерь. Я не считаю... Да, да. А здесь, понимаешь, то есть я... Что хочу сказать? Есть разные модели. Возвращаюсь. Да, есть. То есть, значит, возвращаюсь. В России просто плакатно проявляются те тенденции, которые в так называемых, более цивилизованных, чем Россия, странах протекают скрыто. Но протекают очень много лет. И мне кажется, все-таки иначе. Иначе? Уж простите. Иначе? Иначе? Иначе. Нет, результат будет один и тот же. Я не знаю, какой будет, я знаю, какой есть. А я тоже знаю, какой есть. Я считаю, что Америкой руководит ни президент, ни конгресс и ни сенат. И даже не американский народ. Я считаю, да. Я совершенно убежден в том, что Америкой руководит баптистская протестантская церковь. Просто там хватает у всех ума не показывать это никому. Как же она так руководит? Не представляешь? Долгое способ управления. Ты представляешь? С чего это догадки у тебя? Почему ты так решил? А потому, что я не считаю, что Америка... А потому, что... Сильная гражданская общество. Я тебе объясню. Чуть что-то все на улице. Вот, да. Это все ерунда. Это косметика. Я тебе объясню. Это косметика. Власть... Да, смотри. Власть любой страны крайне заинтересована в том, чтобы держать в подчинении управлению... Ну, мы пошли по второму кругу. Да я тебе еще раз это говорю. Она может быть заинтересована в чем угодно. Есть реальная жизнь. Вот это же... Ее желание, это еще не все. Это все для нее. Нет, на самом деле, есть одно... Нет, граждан. Саша, есть одна волшебная фраза, которая обычно ставит все эти точки. Это называется «Здесь так принято». Там принято так. Здесь принято вот так. Понимаешь, даже каждый, кто вот живет дома, у него как-то у каждого принято там... Один там... Супницу там в комнату и там обедают. Другие в кухне обедают. Значит, все-таки принято по-разному. Конечно. Но суп не меняется. Там принято вот так. Но суть на самом деле на и то же. Он про это тебе говорит, что там просто принято по-другому делать так. Ну, обряды другие. Там принято есть суп, как говорится, не в кухне, а в комнату супницу тащить. Да. Вот и все. Но ты же все равно ешь суп. Да. А суть это же самое. И процесс пищеварения, извини меня, приведет к тому же результату. И на самом деле вот это вот желание на самом деле вот сесть на самолет, предположим, поменять дом, оно придет к тому, что ты приезжаешь в дом и увидишь, что там просто по-другому точно так же бухают. Но нет, минуточку. Но для человека это может оказаться кардинально важным. Может, может. Может, нравится именно уклад понадобиться. Он говорит, а я хочу, да, а я хочу, чтобы ходили по улицам люди, которые прикрывают морщины определенным слоем румян. Не хочу я видеть морщины. Или паранжой одевают. Да. И он едет туда, где люди прикрывают морщины румянами или паранжой. Но суть не меняется от этого. Потому что, опять же, это людям самим нужно. Это людям нужно самим. Когда некое меньшинство пытается сохранить власть над неким большинством, орудием ее является только идеология. Больше ничего. Лучше идеологии, чем религия, нету на свете. А она, на самом деле, меняется в зависимости от необходимости. Вот Россия хороший пример. Россия была, скажем так, очень религиозная страна до революции. Пришли люди, сломали к чертовой матери все церкви. И те же самые люди, кто были религиозными, стали эти же церкви крушить. Потом закончилась коммунистическая власть, и эти же люди снова стали ходить в церковь. Они недавно еще крушили церкви, и сейчас они молятся от этих церков. Это не совсем были одни и те же люди. Это практически одни и те же самые люди. Люди, которые стали не вполне те же самые люди, которые были до 17-го года. А мне вполне. Сашенька, те же самые, те же самые. Теместо, тем более не совсем те люди, их дети, а потом и их внуки. Сашенька, тебе это кажется? Да, абсолютно. Я не думаю. Сашенька, смотри, я действительно считаю, что была прервана традиция. Сашенька. И коммунистам удалось вырастить новую общность советского народа. Действительно. Это невозможно. Это невозможно. Уровня ДНК невозможно. Сашенька, ну это не так. Понятие совка же родилось не в 1817 году. Он никуда не исчезался, ни откуда не рождался. Он здесь был всегда. Конечно. Он здесь был всегда. Христианство, я сейчас скажу вообще страшную вещь, если уж на это пошло. Христианства на Руси вообще никогда никакого не было и нет. Была причудливая смесь самого чудовищного варварства. Я не говорю ничего, как христианство. Так вот. Так поэтому я и говорю, что они сломали церкви радостно потому, что они христианами не были. Им один черт что говорить. Иже и Сина небесех, или славься Отечество наше свободное. Это просто разные слова одной и той же молитвы. Итак, как у нас обычно мы тут слишком увлеклись нашей записью, нашей беседой. Гугляешь в господи, увлечешься. Увлечешься, да. Особенно Хефис был горячий. Господин Орлов был буин. Я у тебя вообще первый враг. Да, да, да. Господин Орлов был буин в этот раз. Вообще он хотел нас всех побить. Правильно. И мы слишком увлеклись и поэтому забыли о том, что наша камера, собственно говоря, не может писать больше 35 минут. Наша камера. Наша камера, да. Наша уютная камера не может писать больше 35 минут. Наша камера. Итак, что у нас получается с нашим мордобойом, на котором это криско оборвалось? Ничего не получилось. Мы не пришли к общему знаменателю. Более того, имели наглость оставить числитель каждый свой. Да? При себе. Более того, дробная черта проходит у каждого в разных местах. У тебя вот тут. Это я точно. У меня там, где у меня проходил. И только у меня, я знаете, такие песочные часы. У меня строго посередине и песок во мне золотой. Поэтому, друзья мои, приходите к консенсусу с самими собой. Это главное. Да? Иногда с другими. Иногда с другими, которые вам дорогие и нужны. Потому что ведь масса народу вам недорогая и не нужна. И дастся вам... Да? А вообще, в ожидании того, что на следующей неделе в Москве будет 30 градусов мороза, скоро весна, будет тепло, морозно будет 30. Ну, кошмар какой. Будьте здоровы. Друзья мои. И для тех, кто хотел услышать первозданную, необрезную, так сказать, анкап, так сказать, версию, слушайте аудиоверсию. Она отличается вот от видео. Остальное ненавидимость. Да, да, да. В аудиоверсии позиции меняются? Меняются. Там Хейфиц добрее, там Орлов лучше. Да и пленка длиннее. Там Орлов симпатичнее. Да, да. В аудиоверсии я страшно симпатичнее. В аудио. В аудио. А в 8? А в аудио? Пошла реклама ауди. Да, да, да. Итак, пока. Бонзай. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова